На Псалом 133 Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Здесь пророк оканчивает песни степеней, давая своей речи прекрасное заключение, словословие и благословение. Он желает, чтобы рабы Господни были такими не только по вероисповеданию, но и по образу жизни. Поэтому и прибавляет. Благословите все стоящие в доме Господнем во время ночи, во дворах дома Бога нашего. Нечистому и оскверненному не позволительно даже входить в священную ограду. Поэтому кто достоин войти, тот достоин и благословлять. Дом Божий подобен небу. Как туда не позволяется входить никакой противной силе, так и в дом Божий. Представь, человек, какое ты получил достоинство, и так, как сам ты сделался храмом Божиим, какую ты должен наблюдать чистоту. Как же ты можешь соблюдать чистоту? Если станешь отвергать всякий порочный помысл, если сделаешь область своих мыслей недоступной для дьявольских внушений, если будешь постоянно украшать свою душу, как неприступное святилище, если в храме иудейском не всякое место доступно было для всех, но было много различных отделений, из которых одно назначалось для прозелитов, другое для иудеев по происхождению, иное для священников, иное для одного первосвященника. И притом даже для него не всегда, только однажды в год. Попредставь, какую святость нужно иметь тебе, получившему знамения гораздо важнейшие, нежели какие имела тогда святое святых. Не Херувим, но сам Господь Херувимов обитает в тебе. Не самну манну каменной скрижали и жезлы ларонов получаешь ты, но тело и кровь Господа, дух вместо письмена, благодать, превышающая человеческое разумение и дар неизреченный. А чем больших ты удостоен знамений и страшных таинств, тем больше требуется от тебя святость, и тем большему подвергнешься наказанию, если приступишь заповеданное тебе. Ночью воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Для чего сказал он в ночи? Желая научить нас, чтобы мы не всю ночь тратили на сон и показать, что тогда молитва бывает чище, когда легче ум и меньше забот. Если же ночью должно ходить во святилище, то, представь, может ли получить прощение тот, кто и дома не совершает молитвы в это время? Пророк поднимает тебя с постели, ведет к храму заповеды проводить там ночь, а ты, оставаясь дома, не делаешь этого. Хорошо сказал свято. Этим внушается, что молиться должно без порочных помыслов, без памятозлобия, без любостяжания, без всякого другого подобного греха, губящего душу. Благословите Господа. Совершенное благословение бывает особенно тогда, когда со словами согласна и жизнь, когда ты делами прославляешь создавшего тебя Бога. По слову Евангелия, тогда просветится свет вашей людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Благословить тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. То есть, если ты будешь делать это, то и сам получишь благословение от Бога. Если будешь так проводить ночь, если будешь молиться свято, если будешь достоин стоять в Доме Господнем, если самого себя сделаешь благопотребным храмом. Таким образом, преподав наставление, какое нужно было пророк, заключает речь молитвою. Превосходному учителю свойственно исправлять слушателя советом и укреплять молитвою. Что хочет он выразить словами от Сиона? Это имя было для иудеев вожделенно. Там совершались все священные обряды. Поэтому он молится, чтобы они опять получили прежнее общественное устройство, совершали те же священные обряды и получили такое благословение. Затем, возводя их более высоким понятием и научаясь, что Бог находится везде, а храм он повелел построить по причине их немощи, и что призывать его должно везде, прибавляет сотворивший небо и землю. Иудеи тогда призывали Бога в своем храме, а мы на всяком месте, во всякой стране, и дома, и на торжеще, и в пустыне, и на корабле, и в гостинице. И где бы мы ни были, место нисколько не препятствует молитве, только бы настроение души соответствовало молитве. Устроив себя таким образом, будем призывать Бога везде. И Он придет к нам и поможет нам сделать все трудное для нас, легким и удобным, и удостоит нас будущих благ, которых досподобимся все мы, благодати и человеколюбим, Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава ныне и пресной во веки веков. Аминь.